Студенты техникума железнодорожного транспорта будут обучаться профессиям на новых тренажерах. До 2022 года вся практическая часть по компетенциям электромонтаж и вертикальный транспорт для учеников проводилась на старом оборудовании. При этом материально-техническая база уже давно не соответствовала современным стандартам. Но с нового учебного года изучать азы выбранной специальности и углублять свои знания ребята будут не только в теории, но и на практике в обновленных мастерских на современном оборудовании. Эти две мастерские будут работать для формирования практических навыков, компетенций как студентов техникума, так и студентов других образовательных организаций. Также будет большое внимание уделено профориентационной работе со школьниками, с детьми. Будут проводиться здесь мастер-классы, профи-пробы. Понять, как работает то или иное устройство, можно лишь увидев его воочию и поработав с ним. Теперь у студентов техникума и железнодорожного транспорта, которые обучаются по направлению вертикальный транспорт, есть такая возможность. Данный профиль подразумевает подготовку специалистов по ремонту и обслуживанию лифтов. Разбираться в строении и работе этого устройства студенты будут теперь на новых лифтах-тренажерах в отремонтированной аудитории. В настоящее время всего в пяти учебных заведениях России готовят по данному направлению с использованием современного оборудования. Действующие кабины, которые состоят из дверей, кабины, купе, дверь шахты. Это вот отодвигается, чтобы выполнять, например, регулировку. Станция управления, то есть главный орган, который отвечает за работу всего лифта. Устройство безопасности, устройство управления и так далее. Ограничитель скорости, вот рядом, ограничитель скорости, который контролирует аварийную, так скажем, скорость лифта. Обновили мастерскую электромонтажа. Специалисты данного направления всегда востребованы на рынке труда. Это значит, что и уровень их подготовки должен быть высоким. Новая площадка в техникуме представляет собой имитацию квартир. Здесь тебе и выключатели, и розетки, и датчики движения. Все это студент должен уметь подключать. Процесс обучения включает в себя оттачивание навыков, собирание схем, после чего выпускники сдают практический экзамен. Стоит отметить, что это далеко не первые обновленные мастерские в регионе. Мастерские создаются все по разным компетенциям. Все компетенции востребованы на рынке труда у работы дарцелей. Все они согласуются, синхронизированы с перечнем востребованных профессий и специальностей на территории Ульяновской области. И, соответственно, оснащаются самым современным оборудованием, которое позволяет не только освоить образовательные программы по той или иной специальности и профессии, но и сдать демонстрационный экзамен. Всего в этом году будет оборудовано 12 новых мастерских в шести средних специальных учебных заведениях Ульяновской области. Классы будут соответствовать самым высоким требованиям, в том числе стандартам WorldSkills Russia.